Донбассы полностью перекрыли важнейший путь снабжения, окруженный в дебальцевском котле украинской группировки. Под контроль армии ДНР перешел поселок Логвинова. Он как раз стоит на стратегической трассе Дебальцево-Артемовск. По этой дороге киевское командование поставляло боеприпасы и технику своим подразделениям. Сейчас прямой эфир. Выходит военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, вы подтверждаете, что каналы снабжения перекрыты и котел захлопнулся? Доброе утро. Здравствуйте. И ранее мы говорили о том, что ополчению ДНР совместно с бойцами вооруженных сил Луганской Народной Республики удалось взять в огневое окружение многотысячную группировку украинских силовиков, которая находится в Дебальцево. Теперь же, по сути, огневое окружение превратилось в окружение полное. Населенный пункт Логвинова действительно находится прямо на трассе, которую ранее удавалось обстреливать из артиллерии бойцам армии ДНР и ЛНР. Теперь же там установлены позиции, ополченцы ДНР закрепились, и теперь украинские военные смогут получать продовольствие, боеприпасы, подкрепления. Только, что называется, при попытке с боем прорвать позиции ополчения. Но вот, судя по последним событиям, с боем прорываться у украинских силовиков получается все реже и реже. Теперь можно говорить о полном окружении группировки украинских военных. В Дебальцево я напомню, что там есть как регулярные части украинских вооруженных сил, так и так называемые добровольческие территориальные батальоны, куда входят и иностранцы. Также там и находятся боевики радикальной организации правый сектор. В общем, котел закрыт полностью, даже горлышко теперь не осталось. Евгений, все-таки я хотела бы уточнить, скажите, у украинской армии есть резервы, чтобы попытаться прорвать окружение? Действительно, у украинской армии резервы есть, но они растянуты по линии противостояния. И здесь повторяется летний сценарий, когда в нескольких котлах оказалось несколько тысяч украинских военных. Тогда они, так или иначе, пытались прорвать окружение, а эти попытки, как правило, проваливались. Теперь происходит то же самое. В силу того, что сейчас ополчение Донецкой Народной Республики, по сути, организовало давление на всех участках противостояния. И те подразделения, которые могли бы помочь группировке в Дебальцевском котле, просто не могут сняться с позиций и переместиться туда, так как тут же потеряют позиции там, где находились. В общем, инициатива сейчас полностью на стороне ополчения Донецкой Народной Республики. Артиллерия действует мобильно, мотострелковые части также действуют достаточно агрессивно и владеют инициативой. То есть, по сути, сейчас резервы украинских военных, те, что находятся здесь, в Донбассе, скованы, ими могут организовать полноценное контрнаступление для того, чтобы деблокировать Дебальцевский котел. Вопрос теперь в том, смогут ли подтянуть из тыла, что называется, дополнительные подразделения. Украинские силовики, вот поступала информация о том, что колонна бронетехники движется в сторону Краматорска, в сторону Славянска, но пока до линии противостояния здесь она не дошла. Спасибо, Евгений. Спасибо. В прямом эфире был наш военный корреспондент Евгений Поддубный.